Дорогие братья и сестры, дети, мы вас приветствуем в нашем храме преподобного Фёдора Судита. У нас уже проходит традиционный фестиваль вертепов, и я специально выяснил, это уже девятый фестиваль. В первом этапе у нас будет выступать коллектив нашего храма, то есть можно сказать, что вертеп храма преподобного Фёдора Судита. Вторыми будет выступать коллектив Камышенко, и третье это будет детский театр Чудо. Я, кстати, сегодня специально посмотрел энциклопедию, написано, что оказывается вертепы бывают разные. А бывают с куклами, бывают когда куклы и люди, а бывают и когда просто люди играют. Это как раз такое, называется, живой вертеп. Такой термин существует. Меня еще попросили несколько слов сказать про наш храм. Храм преподобного Фёдора Судита. Это человек, который сыграл большую роль в защите православия во время иконопорческой ереси. Ну и, ко всему прочему, он еще защищал очень активно святость христианского брака. А вообще наш храм, он теснейшим образом связан с историей России. А именно, он был построен здесь потому, что в 1480 году состоялось так называемое стояние на реке Угре, во время которого князь, царь Иван Третий противостоял хану Ахмату. Но если кто знает историю, то два войска стояли три месяца друг напротив друга. И потом, неожиданно, в один день ушли в разные стороны. Были какие-то разные причины исторические, но главная причина, конечно, была Божья воля. И в честь этого события был построен, как мы считаем, впервые храм преподобного Тодора Студита, потому что все это произошло именно в день его памяти. Так что, можно сказать, что наш храм – это памятник освобождения Руси от Артурского ига. А вот этот, так называемый, храм был построен патриархом Филаретом Романовым после его возвращения из пленения в Польшу, в Смоленске. Тогда Смоленск был в польской территории. Это было окончание сутного времени. Так что, видите, и вторая дата очень важная – это освобождение Руси от польско-литовской интервенции. Ну и, наконец, наш храм еще тесным образом связан с памятью Александра Васильевича Суворова, которого, наверное, все, даже малыши, знают. Потому что Александр Васильевич был не только гениальным полководцем, не только выдающимся стратегом, но он был еще и смиренным рабом Божьим Александром, который любил богослужения, уповал на Бога, всегда молился перед сражениями, благодарил Бога за то, что он благоволит ему и русскому воинству. И даже пел в нашем храме на клиросе. Вот такая интересная история нашего храма. Но я не хочу долго занимать ваше внимание. Давайте мы перейдем уже к тому, раз что собрались к этому действию. Аплодисменты. 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 Здравствуйте, дорогие дети. Здравствуйте, дорогие взрослые. Рады видеть вас на нашем празднике. С Рождеством Христом, со святыми днями, с сегодняшним праздником обрезания Господней и памяти святителя Василия Великого. Мы сегодня хотим вам показать рождественский вертеп. Вы, наверное, знаете, что вертепом называют пещеру, в которой родился наш Спаситель. Но кроме этого, у этого слова есть еще значение. Вертеп – это рождественский спектакль. А еще вертепом называется вот такой ящик. Он состоит из трех этажей, но в нашем действии будут задействованы в основном два – небо и земля. Третий этаж. А, куда мы заглядывать, пожалуй, не будем. Приготовились? Здравствуйте, ребята! Всех поздравляю с праздником! Ну что, хотите посмотреть настоящий вертеп? Да. Хотите? Да. Ну тогда усаживайтесь поудобнее и приготовьтесь смотреть. Итак, «Ирод-царь» – рождественская драма. Всеречь действовала про царя Ирода и его злодейства. Про пастухов благочестных, трех царей-волхвов премудрых, с песнями, с калятками. Ну, начнем по порядку. Песня «Ирод-царь» Песня «Ирод-царь» Песня «Ирод-царь» Посмотрите-ка, вот они, пастухи-оречи, между собой ведут речи. А вот звезда. Пастухам звезда является, пастухи везде удивляются. Ой, гляди-ка, звезда. Где звезда? Где звезда? Погляди, вон туда. Вот это да. И какая большая, ты большая, золотая, золотая да пресветлая. Кто звезда? Кто звезда непростая? Кто звезда святая? Ой, погляди-ка, кто там над нами? Да ведь это похоже ангелом. Песня. Песня «Ирод-царь» Песня «Ирод-царь» Песня «Ирод-царь» Я Божий Ангел, пастырь Кликту, Возвестись хочу им радость Кликту. Народился наш Спаситель, Господь, Воплотился в человеческую плоть. На земле и на небесах торжество, Христа Бога Рождество. Милость людям посылает, Сав Христос, Господи, Господь, Вешеный мир спасти желая, Людям себя отдавь, Людям себя отдавь. И вы, пастырь, пойдите к нему, Поклонитесь ему. Мы к нему поспешим, Прямо сейчас. Только нет у нас для младенца Подарочка, Нет ни шерсти клочка, Нет совсем молочка, Нет и сыра овечего. Подарить-то нечего. Нет у вас ни молока, Ни шерсти, ни сыра, Это есть у вас радость и вера. Принесем дары Своих вертеку, Жизненные сердца и песню эту, Пусть ради сердца и чудо сна Не следует повсюду. Младенец в яслях спит, И матушка сидит, И старый Иосиф стоит. Я в любви приеме Звезда засветила, Ты чистая, Своя мать, Своя мать сина породила, Своя мать сна породила, А вот идут три царя Волхва, Меж собой говорят. Добрый день, господа, вы откуда и куда? Я царь Венхиор. Я царь Каспар. А я царь Волхазар. Есть у нас отборка Рар. С измолом мы не ленились, А молились и учились. Я увидел звезду и за ней иду. Сами несут нас ноги, Вот и встретились по дороге. Эта звезда чудесная, Нам неизвестная. Звезда не простая, Не волшебная, а святая. Отчего она святая? Мы еще не знаем. Мы, царь, теперь втроем За звездою пойдем. По дороге все обсудим, Все обсудим и поймем. И до истины дойдем. А идти нам надо мимо Города Иерусалима. Три дальних царей, Три дальних царей, С востока приходят, С мирной и вадом, С мирной и вадом, И слоного приносим. А вот Иерусалим в городе, Которым живет царь Ирод. А вот и сам царь Ирод В короне сидит на троне. Я стою, Розный и лекий, У меня нором дикий. Захочу, Пополочу, Захочу, Отдам палачу Его меч, Своя голова с плеч. Эй, строжа! Пять-два, пять-два! Что-то Ирод призываешь, Что-то дить повелеваешь. Позови звездочета. Эй, звездочет, Тебя царь Ирод зовет. Ха-ха! Что там я, звездочет? У меня болит бегуат. Я не нужен и простужен. Кому я нужен? Старь Ироду нужен. Что-что? Там зовет меня на ужин? Да нет, Он зовет тебя на сувер. А-а-а! Он зовет меня на обед. Да ты видна, Совсем озлок. Эй, значит, Будет к обеду горох. Так пойдем, пойдем скорей, А то все съедят, И мне не досталится. Вот, Ваше Величество, Звездочет, А у него из носа лечет, А он голову забирает, Будто звезды считает. Позвала, позвала. Вот замечательный, Звездочет. Сколько звезд под моей державой, Столько было, Сколько стало, Столько на земь упало. Я скажу ему, Профессориемскую-то звезду. А-а-а! Прости-то, Не вели казни, Вели миловой, Сколько царь великий пожелает, Столько в небе звезд Прибудет и поубывает. Столько же, Вы че, В лужи, В лужи, В лужи, Ты мне не беречь, А не то мой меч, Твоя голова с плеч, Пошел прочь! Харюмира, Ну, ура! А мне спать и пора. Черт, Черт! Игорь Лебец, Черт! Игорь Звузок! А вот Ирак, царь сладенький, принимает трех царей. Я, царь Ирак, главный и крыславный, я среди царей всех царей самый главный, а вы кто такие? Мы пришли издалека, с севера и востока, добрались до юга, встретили друг друга, нас вела звезда, привела туда, оказал Господь нам честь и неспослал нам весть. Весть мы поняли благая, да не поняли какая. Стали мыслить мы, стали числить мы, а благое весть мы стали думать вместе. И постигли сердцем весть, всю как есть. В своем иродовом царстве, в индейском государстве, ныне народился Божий Сын, царь царей. Мы к нему в Библиием идем, наши царские дары несем. Золото ладом из мирных. Ну, короче говоря, этот царь, он что, заходит выше ирода царя? Он превыше всех царей. Он родился в Библииеме? Да. Будет царствовать от всеми? Да. Вас к нему ведет звезда? Да. Что ж вы при за мной стоите, вы к нему теперь спешите, дары поднесите этому царю царей. Да давайте поскорей возвращайтесь. Я устрою пир на весь мир, вас на славу угощу. А потом и сам навещу этот город. И приятно, что инвестен будет всем. Пойду поклониться тому, кто зародился. Идем к гражданому, идем поклониться, идем поклониться, пред царем я видеться. Как вернуться три царя, я уже их угощу, ох, угощу, а потом и флием навещу, ох, навещу. Песня. 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 Господи, я пою, Славу Богу даю. А вот идут три царя, Хвалу Господу творят. Ангелы их встречают, Царю имоду ходить запрещают. Помогаю вам, Господи, господа, Вы откуда, никуда. Поклонились мы Христу, младенцу, Будто ясному солнцу. Поклонились мы Царю всего мира, Поднесли ему ладом и миром. Поклонились мы Царю всего света, Поднесли ему ладом. А теперь спешим вырусалить, Царю Ироду, Чтоб он пошел в Корею На поклон к Царю Царей. Я же, Ангел Божий, к вам, Царям, говорю, Не ходите к Ироду, Царю, Не ходите к его города Иерусалима. Покажу я вам тропу горную, не торную, На младенца Ирод, Царь, Поддаю слову черную. Нет! Не узнает про Христа Ирод Царь плотворный, Не насытит Ирод Царь своим глобой черным. Покажу я вам тропу горную, А вот Ирод Царь злобится, В губить Христа коротится. Я, Ирод, Великий и Грозный, По дворцу хожу, На дорогу влезу, Трех царей не висал, Младенца не написал. Эй, страза! Ай-два, ай-два! По парирусу призываешь, По парицам повелеваешь, Вифрием пойдем, По всем дворам пройдем, Где младенца какого найдешь, Там его и убьешь. Ой! Не щади ни самого малого, Ни годовалого, ни двухгодовалого, А найдешь новорожденного, Пощади, Убивай иконова. Да, во многих я битвах бывал, Всех врагов побивал, А теперь вот пойду, Где воевать, Ребятишек убивать, Ай-два, ай-два! А я, Ирод, Царь, Я гем не пью, По ночам не сплюсь, Злобу черную мою Я никак не удалю. Не успел Ирод Царь Погубить Христа, Звумать и весла Потаенные места. А вот Рахиль плачет, А младенца свое ухлопочет. О, муга, половина, Печаль гудя, О, мудика, О, муга, О, муга, Своя. Пожили, Царь, Детя несмышленая, Кази меня, А не уоного, Дай моему дитяце Хоть три дня жизни. И трех минут не дам. Хоть два дня жизни дай. И двух минут не дам. Ну, хоть один день. И минуты не дам. Эй, стража, Ай, два, Ай, два, Чтобы не было у меня скорбей, Возьми его И убей. Ай, два, Не плачь. Не плачь, В небесах он страдает на бассейне, У отца в роду кушает радость и веселье. Рождество Христово ангел прилетел, Он летел по небу, людям песню пел. Мы, люди, лепуты синий, Слаждой стойкий, День христового рода, в детство. Мы, люди, лепуты синий, Слаждой стойкий, День христового рода, в детство. А вот иродовые слуги каются, От себя, иродцарь, отрекаются. Как побил страшных детей малых, Годовалых и двухгодовалых, Стала совесть его поедом есть, И пропал, куда не есть. Ох, грехи наши тяжкие! Звездочок ушел в пустыню каяться, От себя, иродцарь, он отрекается. Все мы согрешили, Спаси пред тобой, Все мы, люди, грешные, приводить сердцой. Прости, грехи, грешные, Травой нам оскорить, Ни сквистового рода, в детство. Друг! Покайся и ты, царь Ир. Илья, царь над всеми, Илья погубил всех детей вихремя. Ничего не боюсь, Никому не покаюсь. А как стат сказал нет, Так и не видать тебе Божий свет. У твоих, царь Ир, в ворот, Тебя смерть старуха ждет. А вот и я, Ха-ха, смерть твоя пришла, У меня в руках кунца, Ухвачу за волоса, Тебя и распошу, Пыру землю плыру. Трепещу? Ой, трепещу. Отпусти. Не отпущу. Отпусти, Ир, на три минуты. И на три минуты не отпущу. На два отпусти. И на две минуты не отпущу. Ну, хоть на один день. И на минуту не отпущу. Эх, смерть моя, Не хочу я тебе уступать, А хочу с тобой воевать. А-а-а, хочешь со мной воевать? Ха-ха. Кликну-ка я своего брата, И пропуска нового мата. О-о-о, сестра, Зачем призвала? Да вот ты, Распроклятый безумный, Хочет со мной воевать. Вот и все. История наша кончается. Но звезда золотая качается, и Рождество продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok